Приведули красотуль. У нас новый влог. Мы с Масенькой его начинаем. Мы тут забаррикадировались от папы. И мне пришёл Фаберлик, девчонки. И так приятно, когда курьер привозит домой. Сейчас покажу, что я заказала. Я заказала себе кастрюлю. Такую вот, как у меня есть сотейник и сковородка. Я теперь вообще счастливая женщина. Сразу всю посуду, конечно, заказывать дороговато. Но вот так вот чередовать в заказах нормально. Так, всё запаковывают в индивидуальную клёвку. Сейчас всё распакую. Вот так вот, чтобы ничего не пролилось. Заказик небольшой. Я взяла пятновыводитель. Как обычно, кислородный. Очень классный. Прекрасно. И для белых, для цветных тканей действительно выводят пятна. Одну бутылочку концентрированного средства для стирки чёрных вещей. И просто у меня много. А вот кондиционер мне нужен был в двух экземплярах. Он у меня улетает, как дети в школу. И на акции был вот этот мой любимый. Один из самых любимых. Золотая органа. Очень приятный аромат. Мужу пену для бритья. Средства для интимной гигиены. Поласкиватель для рта. То, что постоянно у нас уходят, как дети в школу. Ещё заказала вот такие свои самые любимые металлические губки. Кстати, в Беларусь мы с мужем договорились, что я поеду в начале декабря. И я взяла вот такие вот бомбочки для ванны. У них появились. Девочки, это самые тяжёлые бомбочки, которые я когда-либо покупала. Очень вкусно пахнут. Я вот себе взяла лимонную такую. А это какая? Это апельсиновая. Ну, цитрусовая, короче. Ай, очень вкусно пахнет. Там столько всяких вкраплений. И когда нам дадут горячую воду, чтобы вы понимали, у нас горячая вода, и отопления нет 3 сутки вообще. И взяла нечаев, фэмили клаб. Ну, вот их соль. Такая 100 граммов. Здесь идёт на 30% меньше натрия. Содержит коллаген с пищевыми волокнами. И здесь с травками. Розмарина, орегано. Травы здесь очень много. Скажу честно, я уже попробовала. Вкусная соль. Класс. Буду, наверное, даже в салаты добавлять куда-то в какие-то мясные блюда. И вот она, та самая кастрюля. 20 сантиметров. Она идёт объёмом 2,4 литра. Этого хватит, чтобы приготовить суп на двоих, ну, или на трёх человек. Сейчас распакую. Она идёт сразу с крышкой. Так, вот она идёт с крышкой. Здесь даже есть такие вот распорочки, чтобы не побилась крышка, да. И я её так посмотрела со всех сторон. Вроде бы она, всё с ней прекрасно. Нигде не поцарапанная она. И вот это то самое злитое покрытие, которому ничего не пригорает и не пристаёт моется. Просто даже губка не нужна. Можно руками помыть. Насколько классно отталкивает эта поверхность. У меня в таком бежевом цвете такой же у меня сотейник и сковородка такая же. Очень классные ручки. Они тактильно очень приятные. И их все приборы, столовые именно для приготовления пищи, они тоже с таким же покрытием. Класс вообще. Оно, кстати, не обгорает. Вот такое дно у неё. И вот как раз, девочки, 2,4 литра. Посмотрите, она глубокая. 2,4 литра, 20 сантиметров. Диаметр. Офигенная кастрюля. Ну что, теперь настало время показать вам мой протестированный новый супербюджетный пылесос от iLife. И это беспроводной пылесос G80. Хочу обратить ваше внимание, что каждая деталь упакована в индивидуальную упаковку, чтобы ничего не повредилось и не поцарапалось. Итак, в комплект этого пылесоса входит подставка для пола, также специальное крепление для стены, есть запасная щётка для ковров, идёт стандартная щётка, универсальная. Также насадка вот такая для трубнодоступных мест, чтобы убирать пыль и мусор. Также есть вот такая тонкая насадка. В щётке также встроены LED-лампы, которые подсвечивают пыль. И очень-очень длинная труба. iLife G80 – это представитель одного из самых бюджетных пылесосов беспроводных. Его плюс – это то, что не нужно удерживать кнопку. Здесь есть клавиши стандартного режима и режима турбо. Стандартный режим. И турбо режим. Особенно это оценят ваши домашние помощницы, которые ещё не выросли, потому что он лёгкий, и не нужно удерживать кнопку. Я знаю, что для многих это номер один в беспроводных пылесосах. Внутри этого малыша бесщёточный мотор, развивающий 70 тысяч оборотов в минуту. И это довольно мощный пылесос для своей ценовой категории. Здесь 250 ватт. Также он не громкий, но за счёт того, что он не супермощный, хотя это хороший помощник, потому что он прекрасно справляется с уборкой пыли, волос, каких-то мелких и крупных частиц. То есть засасывает всё, будет помогать вам по дому. Это 100%. За свои деньги он абсолютно прекрасно оснащён. Также у нас здесь 4-ступенчатая система фильтрации. Все части, которые съёмные, а также фильтр, который находится внутри, в комплекте, кстати, идёт ещё один, их можно мыть под водой. Также он очень легко разбирается и чистится. Здесь также есть маленький фильтр. Всё это легко очень собирается. Любая хозяйка справится со сборкой и разбором этого пылесоса. Что касается времени уборки, здесь стандартная батарея на 2,5 мАч. И это означает, что он работает со своей мощностью где-то на турбо-режиме 15 минут, и в обычном режиме он работает 45 минут. Вмещает он в себя где-то 800-600 мл мусора. Все его детали и насадки сделаны из хорошего пластика, то есть он не потрескается, не облезет. Пластик белого цвета. У него довольно лаконичный, стильный дизайн. Он занимает немного места. Как видите, он не очень большой. Заряжается он быстро, работает тихо и убирается неплохо. Что касается щётки, она оснащена не только вот такой турбо-щёткой, но и с левой стороны вы можете заметить ещё одну маленькую щёточку, которая при работе этого пылесоса крутится и даже в самых труднодоступных местах и в углах легко пылесосит и собирает пыль. Как я говорила, она оснащена подсветкой. Это значит, что вы не пропустите ни одной пылинки, потому что эти лампы отлично подсвечивают любую пыль. Что касается эксплуатации, эти части все можно мыть, то есть съёмные части, как я говорила, можно мыть. Легко разбирается и меняется щётка, то есть её можно спокойно достать и помыть. Здесь есть как мягкий ворст, так и грубый. Он подойдёт не только для полов, но и для ковров. Но если вы хотите заменить на другую щётку, просто нужно вставить и закрепить. Здесь также есть на щётке барьер, чтобы пыль не вылетала при работе турбощётки. И эта щётка очень-очень-очень манёвренная, то есть вы сможете подлезть, залезть в любые углы. И вы мне часто спрашиваете, Таня, посоветуй пылесос недорогой, чтобы он был с хорошими характеристиками, чтобы он был нормальной мощности, негромкий и в хорошей комплектации. Так вот, этот могу рекомендовать абсолютно спокойно, потому что он очень хорошо сделан. Я люблю компанию iLife. Я знаю, что их техника работает прекрасно. Не только у меня, но и у моих знакомых довольно много техники компании iLife. Поэтому могу спокойно рекомендовать. Ещё ни у кого ничего не поломалось за много лет, так же, как и мой любимый робот-пылесос. Обслуживать легко, убирать легко, мыть легко. И стоит он очень недорого. Ну а теперь давайте проверим, как он работает. Итак, мой любимый гороховый тест. Ну что, и весь горох находится в резервуаре. Я думаю, вы не могли не заметить, как вращается этот малыш. Мне очень нравится делать тест именно на горохе, потому что горох довольно тяжёлый и отлично имитирует какие-то крупные тяжёлые частицы, когда мы убираем дома. Так что абсолютно спокойно рекомендую. Ссылка будет, конечно же, в описании. И не забудьте про распродажу на Алиэкспресс, потому что на него будет действовать специальная цена. Знаете, что я обнаружила? Вот у меня есть перчатки вот такие. Сейчас покажу вам, как они на руке. Вот так смотрятся эти перчатки. Забыла название, девочки, как они называются, без пальцев которые. У меня есть вот такие красивые, мне моя подруга дарила. Я за рулём очень часто езжу, и я люблю, когда у меня ногти свободны, пальцы свободны. У меня есть мои любимые перчатки в двух цветах. Это вот такие тоже, такие же, только с целыми пальцами. Кожаные перчатки коричневые и вот такие вот синенькие. И я понимаю, что я их уже который год не ношу. Девочки, знаете почему? Потому что у меня длинные ногти. У меня просто тут тупо не влазят из-за этого руки сюда. Вот такие красотули, но они мне, видите, маленькие у меня сгиб вот здесь. То есть на целый сантиметр вообще. И, в общем-то, двигаться невозможно. И что я решила сделать? Ну, почему я не ношу? Это мои любимые перчатки. Ногти я тоже очень люблю. Я решила их просто пальчики-то обрезать. И обметать чуть-чуть там, где швы, чтобы не разошлись дальше перчатки. Сейчас я так и сделаю. У меня есть перчатки. У меня есть... Ой, кстати, не те ножницы взяла. У меня есть вот такие ножницы. Мне моя свекровь дарила. Портные вот такие ножницы. Классные, хорошие. И я сейчас просто обрежу пальцы. Но не так коротко, как вот в этих перчатках. Потому что здесь коротковато. Чуть-чуть подлиннее ставлю. Вот так вот просто возьму, девочки, вот так. И вот так вот сделаю. Шпук. И всё. Понимаете? У меня сразу палец туда-то влезет. Сто процентов. Ой! А вот он! И останется только шовчик заделать, чтобы не разошлась дальше перчатка. Но это легко делается. Сейчас вам покажу результат всех перчаток. Сначала одну обрежу коричневую, а потом посмотрю, синий обрезать или нет. Беру, кстати, обрезаю примерно столько же, сколько и на том пальчике. То есть у меня получается где-то полтора сантиметра. Я обрезаю. Хлоп. Слушайте, ну вот. Чик-чик. Сейчас посмотрю, может быть ещё короче. Нужно быть. Нет! Не нужно! Боже! Девчули! У меня красивущие перчатки! Вот всего лишь сколько нужно было обрезать, чтобы у меня влезли пальцы. И руль у меня без подогрева, девочки, такой холодный. Ну, красиво же! Слушайте, и ногти видно, и пальцы не замёрзнут, и телефон можно листать. Давно надо было это сделать, кстати. И у меня были перчатки с кожзам. Скажу честно, кожные перчатки ни с чем не сравняются, потому что кожзам, во-первых, облупляется, царапается, и в нём неудобно, руки потеют ужасно. Вот, так что, вот так. Так, я сделала по маленькому стежочку на каждом шве. Просто обычными нитками и узелочек завязала, и всё. Я думаю, что будет нормально. И сейчас займусь как раз-таки вот этими синими. Кстати, я очень боялась, что будут мазаться руки. Нет, девочки, ничего не мажется. Синие руки не становятся, очень удобно. И они такие тонюсенькие, как, знаете, как будто вот бумага какая-то. Но, кстати, вот, знаете, когда я их покупала, чтобы вы понимали, в 2011 году перчаткам 10 лет. И я их ношу регулярно. Ну, носила регулярно. В этом году ещё не одевала. И у меня даже нигде ничего, нигде вообще не потрескалось. Вот верите. И я их всегда храню, кстати, в мешочке. И все кожаные перчатки в мешочке. И классно, что здесь есть клепки. Можно заклепнул и не потерял. Так, я разбираю тут свой стол. Готовлюсь к зиме, так сказать. И достаю... Убрала ароматы весенние и осенние. И достаю уже ароматы на холодное время года. И мне очень часто спрашивают, чем я пользуюсь. Вот, скажу честно, я не буду покупать новые ароматы. Потому что мне пока из новинок ничего не нравится. Что-то повторять, ну, я даже не думаю. Потому что и так дофига надо это использовать. И я уже не такой парфюма-маньяк, как была раньше. Хотя у меня там целый ящик. Ну, ладно. Короче, решила допользовать. И если что-то у меня закончится, и я захочу повторить, я смогу повторить в маленьком объёме. Больше не буду покупать большие. Ну, кроме, конечно, вот этого нового. Ноу-мейт. Это у нас что-то? Жванши? Хлоя, Хлоя. Это очень приятный цветочный аромат. Немножко шлейфа. Вот такое впечатление, что я зашла в какой-то дорогой бутик. И там очень-очень-очень надушено цветами, дорогими вещами пахнет. Вот он пахнет так, дорогими вещами. Я не знаю, я этот аромат просто обожаю. Тут надо почистить коробку. Вот она что-то захизывалась вся. Это Гуччи Гилти. Называется классический аромат Гуччи Гилти. И скажу честно, этот аромат не любят многие мужчины. Я не понимаю, почему у меня столько знакомых, которые сразу такие, ты что, Гуччи надушилась? И говорю, ну да. Фу, вообще аж в даблеваты. Представляете, что мне сказали? На короте. Концовка маленькая. Этот аромат очень любит мой муж. У меня все равно на других мужиков. И эту тридцатку я не помню, либо он мне покупал, либо я уже потом себе докупала. Но я помню, мне муж тогда подарил Гуччи Гилти. Очень вкусный, очень женственный. Сладко-конфетно-лакричный. Такой аромат. Приятный. И тоже дарит шлейф. Никогда не откажусь. Это уже, наверное, вторая или третья упаковка. Да, кстати, крышки надо почистить. Что-то они у меня все, смотрите, стояли в ящике. И как будто чем-то покрыты. Буду все духи разобрать. Дольчик Бана Зеуан. Я знаю, что есть очень много поклонников и очень много ненавистников этого аромата. Потому что он невероятно сладкий, приторный, удушающий, ванильный. Ванилла с кожей, ванилла с какими-то древесными нотками. Но это ваниль. Ваниль, причем для некоторых, действительно удушающий. И им я буду пользоваться в особо холодное время. Потому что он такой серьезный, сильный аромат. Очень шлейфный. И один раз подушившись им, потом его очень сложно себя смыть. Но я его люблю. Любовный любовь. И один из моих вообще фаворитич. Барбаре Ми. И вот такая крышка. Да, это Барбаре Ми. Что хочу про них сказать. Это тоже сладкий, приторный аромат. Напоминающий мне аромат Красная Москва. У меня ассоциация с моей бабушкой. Не знаю почему. Такая статная женщина. В шубе. Обязательно. Обязательно в шубе. Обязательно в перчатках с кожаным клатчем. Высокой прической. Не знаю, у меня такие вот ассоциации. И, кстати, вот этот флакон прям, да, дополняет мои ассоциации. И немного, девочки, мне почему-то пахнет больницей. Но это невероятно вкусный. И ни на что не похожий аромат. Вот. Тоже на холодное время года. Кстати, Айзенберг Жизе. Пускай это и женский аромат. Но, скажу вам честно, для меня это унисекс. Мы с мужем пользуемся им на двоих. У нас есть еще 100 мл. И вот это моя тридцаточка. Это у меня моя лучшая подруга. Я на ней услышала. Моя лучшая подруга зовут Юля. Кто меня давно смотрит, вы знаете. Так вот. Сначала я услышала на ней его. Я сразу... Я когда услышала, я ходила ее нюхала. Ходила за ней. Я говорю, что это за шедевр вообще божественный? Она говорит, да это Айзенберг. Я никогда не подходила к ароматам Айзенберг. И я знаю, что у Олечки Оси... Она тоже любит Айзенберг. Так что, девчонки, присмотритесь. Это унисекс с пряными, сладкими нотами. Но еще мне почему-то пахнет корицей. Какими-то специями, что ли. Я не знаю. И здесь однозначно есть ваниль. Я вообще люблю ароматы с ванилью. Присмотритесь. Он, кстати, недорогой. Ну как, относительно... Относительно недорогой. Так, конечно же. Ой, по карабану у меня здесь целых три. Целых три представителя. Олимпия классическая. Сладко-конфетно-душистая такая субстанция, которая завораживает своим ароматом. Но подойдет не всем. Это тяжеловатый немножко аромат. Но если вы собрались на первое свидание, девочки, никогда им не пользуйтесь. Потому что мужчина просто может сказать, что-то у меня голова заболела. Поеду-ка я домой. Так, дальше. Леди Миллиан. У меня их три аромата. Свежие лаки просто. Есть Прайв. И просто классическая Леди Миллиан. Вот этот аромат Прайв. Он... Девочки. Немного напоминает мне, кстати, Олимпию. Но этот аромат носибельный. Он... У него много поклонников. Именно у большинства женщин. Большинству он нравится. Это сладкий, шлейфный, пряный. С ванилью, конечно же, аромат. А вот Леди Миллиан. Это уже немного древесины, немного ванили, немного даже какого-то цитруса. И он, знаете, такой игривый. Если вот на повседневку, я бы его очень рекомендовала. У меня тут... У меня еще дофига тут осталось. Кстати, все свои ароматы я покупала. Или мне покупали. На сайте духи.рф. Не бойтесь там покупать. Это классный сайт. Уже много лет проверенный. Там есть от Леванты, кстати. Я собираюсь у них кое-какой от Левант купить. Мне просто жалко денег очень сильно на Киллиан. И я, наверное, себе от Левантик куплю. То, что, например, нет на рандеву, я могу купить на духи.рф. Ну вот, моя коллекция на эту осень-зиму. Однозначно буду с собой что-то в сумке носить. У меня есть миниатюрки почти всех. И если я куда-то еду, с собой в сумку закинула, и все. Вот такую я Олимпию с собой таскаю маленькую. Ой, Тибози. Такая прелесть. Господи. Господи. Чтоб вы понимали, постель была заправлена. Мася Мася все раскопал. Закопал туда одеяло в угол. Как надо расплетаться? Ах, у меня вышка грязная, воды нет, отопления нет, ничего нет. Еще сирена начала орать на улице. Так, выпадать стало меньше. Уже седые волосы, смотрите, как отросли. Ай-яй. Вообще. Ну ничего. Я пересилю себя, я похожу вот так, ну, с седыми волосами. Кстати, вот Лореаль мне спрей не нравится, да, который закрашивает временно седину до покраски, да, по пробору. А вот мне подписчица одна написала, потом попробуй Вэлла. Ну вот, если я где-нибудь найду Вэллу, то, конечно же, вообще без проблем. У меня попросили, это же у нас последнее видео до распродажи на Алиэкспресс, какие лучшие кисти. Так, я вам показывала и розовые, и вот эти голубые. Девочки, голубые кисти. Вот этот набор. Просто. У меня их два, я их чередую. Один у меня в использовании, второй помытый. Сколько у нас там для глаз? У меня просто для глаз стоит несколько, ну, кисти из нескольких наборов, да. Короче, я оставлю ссылку, и они, по-моему, вообще по хорошей цене будут. Я заходила то ли 700 рублей, то ли 600 рублей. Будут на распродаже. Это лучшие кисти, хорошо набитые. Это самый нежный ворс. Продукты не пылят, переносится все идеально, тушуется все идеально, даже если у вас ручки из жопки растут, и вы ставите все пятна, не можете нормально растушевать тени. Кстати, тени всегда надо накладываться и тушевать только на подложку. Просто так никакие тени на голое веко не кладутся. Так вот, даже если вот все плохо у вас с этим делом, с этими кистями все будет круто. Вот клянусь, все будет круто. Это самые крутые кисти. Я все свои кисточки раздала. Вот клянусь вам все. Вот у меня здесь только мои голубые кисти и кисти вот эти вот из розового набора. Но розовый набор почему не особо рекомендую, ну то есть все равно голубой лучше, это потому что набиты лучше. Голубые кисти набиты лучше и пользоваться удобнее. За меламиновые губки тоже не забываем. Тоже оставлю ссылку на продавца, быстро приходят. Классное качество. Пылесос вот этот. То есть если вы ищете бюджетный пылесос, девчонки, реально очень классный пылесос. Я его уже подарила и люди пользуются с удовольствием и вообще прям очень довольны. Хотя у них есть более дорогие модели, но там было важно для девчонки, чтобы кнопку не надо было держать. Ну, в общем-то из покупок на Алиэкспресс в общем-то и все. Не забудьте посмотреть видео про технику обязательно. Видео получилось классное. я уже своим показала и все одобрили, сказали, да, действительно очень информативное. Я очень старалась, снимала и монтировала целые сутки вообще просто не поднимая головы, так сказать. И жду от вас реакции очень. А сейчас я попью кофеёк, домонтирую этот видос. Забыла, вообще забыла вас поздравить. Мои дорогие девчули с Днём Народного Единства. Клянусь. Я вообще в числах запуталась. Я всех поздравляю. Мы все один народ. Никогда не разделяйте друг друга по национальности. Мы все люди и все должны уважать и любить друг друга. Вот. Всех целую. Всем пока. Скажи мне, как твои дела? Ты без настроения совсем? Совсем? ой, ну, кто такое? Это потому, что папа дома ничего в жизни не радует. Дипросуха напала. Совсем. Слёз не будет сегодня? Ты гавкал сегодня на кого-нибудь? Собака это вот ходячая дипросуха, клянусь. Когда нет мужа дома, он даже не ест. Каждый раз, когда у меня муж не приходит ночевать, он не ест. Никогда. Это какой-то кошмар. Может, всё-таки ты покушаешь? Кушать будем? О, а уши что подняли? Ты почему сегодня не ел? Ну, кусочек маленький. Ну, вот горошинку, одну камушку вот эти коричневую, что ты не ел? Ну, такой скандалист, девочки, ужас. Красивый в зеркало на себя смотрит, девочки, посмотрите. А кто такой красивый? Мася красивый, очень красивый. А умный кто? Смотрите, ревнуша вышла. Нет, ты вот не скажи, пожалуйста, зачем ты это делаешь? М? Ну, как тебя наказывать, а? Морду тебе перебинтовать, ну, Гучи. Хоже, нет, когда я кричу. Знаете, почему я кричу? Глаза-то мы вылечили, посмотрите, какой красивый пёс, глаза все вылечили. Но, девочки, он начал разлизывать себе подмышкой. И доразлизывался, да ясв опять! Ну, что это такое, а? И врачи не знают, что это такое. Вы понимаете? Тебе не стыдно? А потом болит же, страдаешь, жалуешься, жалеться лезешь, погладь, говорит меня. Стыдно, да? Бессовестный, не слушается, не слух! Как тебе не стыдно, Гучи? Прощение, кто будет просить? Проси прощения. Не будешь больше так делать? Нет, не буду. Ой! Давай шейку поцелуй. Давай поцелуй, давай. Еще давай поцелуй. Ты красивый? А где Гучи мой? Это Гучи такой красивый, ушастый. Да? Вот только посмотрите, голова, два уха и нос натуральный, кожаный. А теперь всех целуем. Всем пока!